всем привет и добро пожаловать на мой канал и сегодня девчонки я хочу с вами поделиться мнением о наборе кистей которые я получила наверное где-то недели две или три назад и уже очень хорошо и тщательно протестировала и речь пойдет у нас как вы заметили на заднем фоне это набор именно для глаз набор кистей и фирма у нас называется бделиум тулс я заказывала на и херби все ссылочки оставлю для вас внизу и приходит это все вот в такой во первых коробки здесь у нас 12 кистей на обратной стороне расписано полностью их название для чего какая кисть и соответственно когда мы открываем я если честно сначала не обратила даже внимание оказывается здесь еще идет вот такой чехольчик который вот таким вот образом упакован я его даже вот я вам признаюсь честно оставила для видео не стала распаковывать посмотрите как здорово все сделала сделано я хочу сделать сразу небольшую ремарку если вы посмотрите на сами кисти то увидите что производство китай я перешла на официальный сайт этой фирмы и увидела что у них все материалы получается американские но как и многие используют просто рабочую силу в китае потому что я была удивлена качество у кистей изумительное и так открываем здесь видите такие защитные лежат штучки все это опа все уберу я еще сама его не распаковывала давайте просто вместе классно убираю и вот таким вот образом наверно верст тормашками держу нет правильно держу слушайте но очень даже неплохо то есть отделение для кистей при том не только этих и другие также смогут запросто поместиться очень-очень добротно в принципе сделано конечно это не кожа под кожу но тем не менее и так вот они сами кисти как я уже сказала это набор из 12 кистей и все эти кисти у нас предназначены именно для глаз как вы видите у нет макияжа глаз и собственно говоря естественно я хочу вместе с вами чтобы вам было понятно сделать макияж глаз а здесь также есть кисти для бровей оформить брови и рассказать подробненько про каждую кисть и если мы посмотрим в общем на набор то увидим что у них примечательно это желтые ручки это серебряная получается то есть желтая рукоятка и уже там где у нас соединение идет с ворсом здесь у нас идет такая серебряная ворс у нас здесь синтетика и соответственно здесь но это все не натуральный конечно насколько я поняла вот кстати не уточнила но по-моему это не натуральный ворс нужно будет можно будет на сайте это все подробно посмотреть мне хочется рассказать про то каковы эти тени в деле давайте наверное мы начнем с оформления бровей и первое что здесь есть то как я уже сказала у каждой кисти здесь написано на каждой кисточке китай вот опять таки и первая кисть в номере 733 это не кисть это щеточка для того чтобы расчесывать брови она очень тоненько она просто замечательно сделана она довольно таки жесткая но в то же время она не царапает брови и я сейчас вам продемонстрирую вообще насколько она я не знаю насколько это конечно будет видно но она просто просто очень очень действительно классно прочёсывает особенно знаете когда вы нанесли чего-то на брови лишнее и потом вам нужно это вычесать получается эффект вау ну давайте оформим брови и для этого здесь есть следующая кисть в номере 763 она очень тоненькая если мы посмотрим вот просто на ее грани она очень очень тонко у нее отличная форма по своему размеру и я могу сказать честно вот это первая кисть которая действительно для меня для бровей идеально это лучшее что у меня было вообще подумал сначала что это знаете это нейлон как будто бы ну не уверена и так я возьму помадку для бровей так как этой кистью действительно очень удобно работать именно с такими вот кремовыми текстурами и что в ней примечательно это то что вы надеюсь что это будет видно если вы хотите прорисовать кончик вот просто ставите поставили и провели все это четкая линия это не будет толстых линия это очень очень тоненькая красивая линия и также у основания если вы хотите прорисовать вы просто поставили провели линию посмотрите насколько это тонкая красивая получается линия также просто нужно дорисовать волоски поставили провели и у вас не получилось так что такая широченная какая-то полоска непонятно продукт который нужно убирать ну собственно говоря то есть что я хочу сказать это действительно очень и очень хорошая кисть вот прям очень советую и теперь я просто прочесываю хочу добавить что в этом наборе вот видите просто снимает излишки но не убирает все с бровей и это огромный плюс потому что у меня есть щеточки такие для прочесывания которые просто убирают все вместе с тем что вы нанесли нужно оставить и есть здесь также в наборе еще одна такая малюточка которой можно прорисовать это номер 760 она также скошная как и кисть для брови посмотрите насколько она мимимишная маленькая и ей можно кого тоненькие брови дорисовать хвостики или полностью оформить брови очень классная кисть также я ее использовала для того чтобы прорисовывать просто межресничное пространство допустим тенями или сделать ею подводку у меня не было подобной кисточки вернее у меня была в каком-то плохом качестве очень понравилась она мне тоже и так следующая кисть это номер 778 это прям уже такая огромная кисточка в нашем понимании она не колючая но в то же время я не скажу что она мягкая то есть это довольно таки она плотно набита она такой вот и формы как лопата и она не волоски не супер подстрижена то есть я могу сказать своеобразная кисточка но на глазах она не колется и давайте наверное я нанесу просто на теперь на все века какой-нибудь один цвет для того чтобы просто выровнять в итоге скал один цвет и взяла из палетки два цвета для того чтобы просто выровнять века вы знаете я уже знаю какой макияж хочу себе сделать поэтому не буду прямо на серединку наносить но в чем плюс этой кисточки это в том что она захватывает просто сразу огромную площадь вашего века не нужно 10 раз наносить это вот тот случай когда нужно просто добавить просто вот как сейчас да допустим все века заполнить каким-нибудь одним там светлым оттеночком ну не обязательно светлому просто сам факт именно вот в таких случаях когда нужна большая кисть я говорю она не колется но она не мягкая то есть она даже где-то жестковатая кисть я обязательно в конце видео сделаю полностью мнение так по каждой кисточке и какую-то выделю и так далее но сейчас я так как я уже знаю какой буду делать макияж что я прибью себе пальчиком одни тени потому что просто напросто я их ничем не смогу себе никакой кисточку кисточкой передать именно так хорошо как пальчик в это кстати палетка от гвен стефани и так следующая кисть в номере 772 это уже такая кисточка поменьше но не совсем малютка из набора она тоже из очень упругого ворса она тоже она практически знаете даже не сгибается то есть она прям тоже такая довольно таки жесткая но опять-таки сделаю примечание глаза не колет и так давайте я буду наносить ею что удобно в этой кисточке то что она уже больше не совсем скажу что для акцентов потому что уж не настолько она мало но тем не менее ей удобно но это уже конечно кто как применит но например мне ей удобно прорабатывать именно внешние внутренние уголки в зависимости от того что что я хочу сделать вот данном случае у нас сегодня будет такой я буду заполнять и внешний и внутренний уголок вот я говорю она жесткая так что здесь я не хочу никого обманывать и говорит что этом супер мягкие кисти нет хотя дальше будут несколько кисточек которые действительно допустим мягкие поэтому здесь все так очень-очень относительно пока у меня нет ресниц я могу хоть вам показать продемонстрировать эти кисти нужно вот ей что хорошо ей нужно прям вбивать но вот когда делаю прямо у основания у внутреннего уголка она немножко колется вот то есть где более такая чувствительная кожа там она колется но она отдает хорошо цвет и поэтому как бы у меня к ней никаких таких прям претензий скажем честно нет неплохая на кисть ей можно и на все века нанести глазки особенно если у кого-то глазки поменьше поэтому применение этой кисточки вы найдете точно и так следующая кисть номер 755 это так скажем аналог прошлой кисти но только она уже поменьше она для больше для каких-то акцентов а также можно во внутренний уголок если вам нужно чего-то немножечко добавить кстати ими классно работать когда они влажные и отлично просто пигменты какие-то впечатывают просто на ура и также можно использовать допустим для прорисовки что-нибудь да там на нижнем веке давайте это мы с вами подведем нижняя века и я вам продемонстрирую она довольно таки точечно то есть вот ей можно не самое удачное слушайте вторые тени выбрала вот он вайлд они так сыпятся вот видите то есть как прорисовывает и все очень-очень удобно она тоже жесткая ничем не отличается от прошлой кисти она абсолютно не мягенькая но и я не могу сказать что ей неприятно что она как-то колет нет абсолютно ничего мне мне лично не колет следующая кисть в номере 780 и это кисть у меня уже есть тела я покупала ее также отдельно я могу сказать то что кстати сделать замечание кисти которые вы покупаете отдельно и кисти из этого набора так как они ну я не могу сказать что они абсолютно одинаковы то есть в них есть какая-то разница даже форме я постараюсь потом вставить ставочку если не забуду на примере другой кисточки и покажу вам это и так это такое это кисть карандаш она она намного мягче чем две предыдущие она такая тоже упруга и ей вот давайте сейчас наверное мне что ей нравится делать я обожаю и складку века прорисовывать и также добавлять ну то есть зависит от того каком количестве какие у меня чистые кисти и очень здорово растушевывать все что вот мы сделали в данном случае допустим на нижнем веке или да вот сюда добавить какого-то цвета просто беру так как она действительно она такая прям мягенько ну не прям мягенько ладно опять моем понимании мягенько это конечно другое в понимании всех будет но тем не менее кисть приятный я ничего не могу про нее сказать она видите как моментально справляется просто со своей задачей им ой зачем-то я сделала кошачий глазик хотя мне так не идет и я все стараюсь всегда скруглять так и следующая кисть даже давайте две ну вот первая кисть 776 вот эта кисть у меня есть отдельно и она совершенно другая вообще другая по форме я вам действительно продемонстрирую это чтобы не забыть я решила это сделать сразу вот эта кисть из набора это кисть которую я покупала до этого они даже по цвету это первоначально была такая желтенькая посмотрите насколько они разные это более жесткая которую я брала отдельно здесь больше ворса а это более мягенькая и в ней ворса поменьше но по сути работают если честно они одинаково и этой кистью я люблю наносить очень тени полностью на все века получается быстро она не пылит особо она это делает вот как-то очень очень быстро также за счет своей формы ей можно растушевать все но просто в данном случае сейчас хочу показать другие кисти для этого кисть вот обалденная я ее обожаю на самом деле и также для растушевки есть кисти 785 и таких кисточек у меня еще аж 2 1 с черной ручкой отдельно приобретая есть черные ручки и желтой ручки и могу сказать что все те три они вот все общие мои три они не отличаются немножечко тоже по-разному они сострижены но именно по своему ворсу они не отличаются это кисть а более близка к 776 по своему ворсу по ощущениям она не жесткая она плотно набита у нее такая вытянутая форма и при том длина ворса довольно таки уже значительно но она по глазу то есть когда вот вы хотите растушевать она ведь она прям сильно так не распластается то есть ей удобно это делать но удобнее если вы хотите что-то уже дотушевать допустим убрать границы она моментально стирает эти границы или какой-то светлый оттенок конечно не советовала бы там бухнуть темного и растушевывать можете превратить все в грязь но в общем кисть обалденно ну и что все таки я хочу показать вот какая кисть меня поразило это 766 она скошенная она не не очень плотно набита у нее вот видите да здесь на такая скошенная форма и я очень хотела попробовать именно такую кисть чтобы вы знаете брать какой-то цвет и ну давайте я вам сейчас этом покажу сейчас подумаю чем мы растушуем то есть вот вы поставили и повели все она сама все сделает то есть форму буквально хоть с этой стороны вы будете вести хоть с этой стороны она сама задаст вот форму эта кисть и этим она мне просто не в тот свет уже тыка она мне очень очень понравилась за счет своей формы ей просто удобно быстро вот раз поворот буквально руки и все суперская кисть же вам показать вот эту семьсот восемьдесят пятую кисть возьму просто более какой светлый совсем оттеночек и уже на границу своей тушевки вот я его доведу вот видите то есть она захватывает большую площадь и просто помогает уже саму границу растушевать но это лично мне нравится использовать именно в в этих целях данную кисть она тоже не колется ничего очень-очень ей удобно носить я сегодня решила убить двух зайцев и снять макияжик который мне запрашивали в инстаграм хотя сегодня он не так удачно получился опять снимаю самого утра но тем не менее и вот этой же кистью семьсот восьмидесятый бочонком давайте я чуть не забыла нанести под бровь что-нибудь и кстати вот по поводу подбровь есть кисть семьсот четырнадцатая такая вот квадратная какая-то у нее форма и я так понимаю что она как раз предназначена для того чтобы вы оформили брови взять консилер четко дочистить вот эти все зоны оформить но я просто не пользуюсь честно говоря консилером никогда чтобы убить брови у меня сейчас такие брежневские я ее даже не использовала ничего не могу сказать и давайте нанесу подбровь вот мне тоже я люблю кисточки карандаш карандаш кисточки карандаш карандаш и для того чтобы как раз таки ими тоже видите можно вот так вот захватывать очень здорово и и прорисовывать не большую зону а как раз таки чтобы вот ухватить вот эту вот нашу под глазами вот все ну чуть 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 в уголок добавлю совсем немножко я вообще не люблю уголки высветлять мне не очень нравится на себе этот эффект то есть у меня такое ощущение что свеча на заднем фоне просто умирает вообще не горит хотела сделать все красиво но ладно так кисть 710 и это кисть для подводки так кисть 710 и это кисть для подводки она такая заостренная вы знаете когда я ее увидела я подумала интересно как этой кистью вообще можно нанести подводку и каково же было мое удивление когда я попробовала это сделать и эта кисть моя теперь одна из самых любимых вы знаете я я прям немножко побаиваю сделать это на камеру просто я привыкла уткнуться в зеркало и здесь кстати не столь длинные ручки довольно таки удобно я не втыкаюсь прям свое зеркало а зеркало у меня с подсветкой просто чем мне нравится эта кисть это то что вот ей очень здорово именно вы можете как будто бы ручку держите карандаш вот кому-то бы острую ручку особенно вот сейчас в уголках вот тех местах где я прорисовываю то есть просто вот так вот вести не знаю как это на камеру делать вы видите тоненькая линия может быть то есть вот просто буквально подчеркнуть очень классная вот прям очень мне нравится но можно сделать и толстую вывести стрелку но я стрелки не делаю и этой же кистью можно на водной линии допустим провести она тоже это делает неплохо или подчеркнуть просто нижняя века допустим именно ресничный край но вы знаете я не думала что это кисть мне понравится потому что она так тоненькая думал ну как ей можно что-то нарисовать она настолько это делает тоненько вы сами все видели то есть можно по-разному насколько я косячная там стрелках подводках но эта кисть работает и я была очень очень просто рада что она у меня появилась и так давайте наверно мы с вами сделаем вывод по всему набору и так у меня в руках все 12 кисточек 11 1 упала значит пропала какие кисти мои вот самые любимые для меня стали незаменимы и я считаю что это лучшие кисти которые у меня когда-либо были это кисть 763 для оформления бровей это как ни странно 733 вот это вот щеточка для просчет сывания бровей бровей это кисть ну кисть карандаш она классная но у меня у мак подобная 780 хорошая но незаменима для меня стала 710 кисть для подводки я обожаю вот эту кисть 766 скошенную для прорисовки складки века для чего я ее использую все остальные кисти как бы я могу выделить да ну есть честно я их все люблю кроме вот этой вот которая мне не нужна для консилера 714 но остальные как рисуют вот эта малютка 760 тенями как ей можно оформить сделать какие-то стрелочки а потом кистью карандашом растушевать это все в общем я думала я просто хочу выделить что вот эти вот две кисти 772 755 они довольно таки жесткий не прям колючий но жесткий так что обратите на это внимание этот набор когда его заказывала на и херби стоил около 3000 рублей 2 950 или что-то такое кажется сейчас он гораздо дешевле плюс постоянно проходят какие-то скидки акции я обязательно оставлю вам на него ссылочку так что переходите посмотрите я считаю что этот набор того стоит но не совсем не нужен чехол наверное может быть если бы я была визажистом мне бы пригодился бы он тоже добротно сделан качество несмотря на то что написано сделано в китае я уже год пользуюсь своими тремя другими четырьмя даже кистями из от этой фирмы и могу сказать что я очень и очень довольна и честно говоря я так думаю что скорее всего я потом попозже куплю какой-нибудь набор или отдельно кисточку попробую еще и для лица спасибо что вы были со мной что посмотрели это видео до конца я надеюсь что оно для вас было полезным и напишите пожалуйста мне в комментариях какие кисти от какой фирмы ваши самые любимые вы считаете что это лучшее что вы пробовали буду очень и очень ждать пока пока